Добрый вечер! Как настроение? Все лучше и лучше. Я так понимаю, что неделя после первого тура выборов и референдума выдалась активная. Мы каждый день получаем сводки с полей, так я бы выразился. А вот даже сейчас перед эфиром читаю все новые информации, самые разные. Я думаю, что сегодня состоится такая конструктивная у нас беседа. Давайте сразу же, как говорится, с места в карьер. Ян, хочу тебя спросить, какие ключевые политические выборы первого тура ты видишь? Я как-то и в своем телеграм-канале уже высказался по поводу первого тура. Потому что здесь надо много проанализировать. Некоторые результаты все-таки удивили, несмотря на то, что буквально все опросы показали приблизительно тот же результат, что касается первого, второго, третьего мест кандидатов. Удивил господин Стояногла. То есть он набрал немного больше, чем показывали наши опросы. Госпожа Фуртура его удивила. Но в принципе произошло то, что все ожидали. То есть будет второй тур и будет в основном борьба между господином Стояноглой и Майя Санду. Это, скажем так, то, что было стабильно и то, что, скажем так, все предвидели. К сожалению, да, из негативного, случился тот фактор, о котором мы предупреждали 10 месяцев назад. О том, что референдум, к сожалению, стал темой, не которая объединяет общество, а которая разделила общество. И разделила намного больше, к сожалению. И сейчас будет, скажем, как мы называем это, экзамен для общества. Потому что самый главный экзамен это остаться человеком. К сожалению, в наше время это большая, скажем так, большая провокация. Оставаться человеком, не подвергаться эмоциям, скажем так, не обвинять одних и других. Потому что то, что я вижу в последнее время, особенно в соцсетях, ну это достаточно негативный результат, как одни, скажем так, обвиняют других. По нашим данным референдум набрал намного меньше результатов. И вот то, что в самой стране проголосовал больше против, благодаря голосам диаспоры, все-таки перевалило за 50%. И вот это вот, оно немножко принесло раздор. То есть я остаюсь адептом того, что такие процессы, как референдумы, они должны идти отдельно от политических процессов. Потому что политические процессы в стране, где относятся негативно к этим политическим процессам, они влияют на, скажем так, уменьшение процентов. То есть любой политик, неважно кто это, Майя Санду, господин Стояногла, либо другие, у них всегда есть антиретик, который будет влиять на тему, которую они предлагают. Неважно, как будет, даже самую хорошую тему будут предлагать. Общество это будет отвергать из-за того, что у них есть антиретик, из-за того, что у них есть большой процент недоверия. Вот она где проблема. Она подтвердилась буквально на этих выборах. И я надеюсь, что политики сделают выводы, сделают, самое главное, работу над своими ошибками. И не для второго тура, а для дальнейших четырех лет. Потому что они очень важны. Потому что выбор, который сейчас будут делать люди, он повлияет на следующие четыре года. Как мы будем жить, как мы будем защищать свои права, свою свободу и так далее. В каком направлении будет идти Республика Молдова. Потому что президент, кто такой президент? Это главный дипломат, это тот человек, у которого есть концепт, как будет выглядеть Республика Молдова через четыре года. И к этой цели он должен идти. Если у кандидата нет этого понятия, тогда это уже катастрофа для страны. Александр, что вы скажете по поводу вывода ваших первого тура выборов и референдума? Какое у вас впечатление? Как у юриста, в первую очередь, хотел бы спросить. Ну, я соглашусь со своим коллегой относительно того, что были эти два процесса. Но на эти два процесса повлиял такой феномен, как коррупция в области избирателя. Коррумпирование избирателя. То есть мы до сих пор, если взять все выборы, которые бы проходили в Молдове, не сталкивались никогда с феноменом подкупа избирателя как такового, либо в таком масштабе, как он произошел. Про масштабы, я говорю про масштабы. Да, понятное дело, что всегда можно купить голос за определенное количество лей, либо за определенные продукты и так далее. Но первый раз мы столкнулись с тем, что это уже прям организованная коррупция. В том смысле, что я, конечно, сделаю ссылку на то, что господин Черноводсан всегда говорил о том, что господин Черноводсан говорил вчера. Потому что 138 тысяч отдельных случаев, когда установилось то, что были куплены голоса. Конечно, сигналы были и до выборов и так далее. Мы все понимали, что это все произойдет, но мы не думали, что в таких масштабах. Соответственно, вот этот феномен и повлиял на результаты и референдума, и, к сожалению, и на результаты первого тура. Мы можем, конечно, говорить, что, к сожалению, референдум раздробил наше общество. Но давайте понимать правильно, что мы шли на это не то, что 100% будут голосовать за присоединение к ЕС, либо за поправки в конституцию, которые должны создать те юридические институты для того, чтобы мы в будущем вступили в ЕС. Мы все понимали, что это не будет 100%. Все опросы говорили о том, что это будет в районе 55%. Соответственно, вышли на 50 с чем-то процентов. Но как ни крути, даже вот этот результат, он уже гарантированно для нас создает определенные механизмы, чтобы мы в будущем уже взяли путь на ЕС. А касательно президентских выборов, повторюсь, этот феномен повлиял, именно феномен коррумпирования разбирателей повлиял на эти результаты. Соответственно, уже во втором туре, дай бог, этот феномен будет упразднен в том смысле, что полиция и судебные инстанции заработают для того, чтобы приостановить этот феномен. И, соответственно, будут у нас честные и нормальные выборы. Мы про второй тур поговорим чуть попозже. Ян, ты хотел какую-то реплику, комментарий? Что касается коррупции и направления на ЕС, я частично согласен, здесь будет только дополнено. На самом деле, разговоры о коррупции, они в каждой предвыборной кампании. Они разные политики, по-разному действуют. Мы, кстати, как консультанты работали в других странах, даже в других странах существует подкуп. Но мы должны понимать, что такое подкуп. Подкуп есть несколько видов. Да, не прямой, как обещание, как предвыборная кампания. Потому что, скажем, кто-то может посчитать подкупом те 57 миллионов долларов, которые пообещали Соединенные Штаты. Кто-то может посчитать подкупом обещание увеличить зарплаты до 350 евро или 500 евро. Компенсации за электронную. И есть нарушение закона. То есть, есть прямой подкуп, когда даются деньги именно за это. И это были во всех предвыборных кампаниях в Республике Молодого. Я не помню, какой это предвыборная кампания, которая это была. Был механизм такой. Например, в 2010-2009 был такой механизм, когда политики говорили, выберите деньги, но голосуйте по совести. Вот тогда, если честно, им удалось это сделать, то что подкуп голосов не стал эффективным. То есть, достаточно человек мог сказать, да-да-да, хорошо, дайте деньги, а потом уже делал как он хочет. Но мы должны понимать, да, вот мы хотим, чтобы у нас была транспарентная демократия. И что для этого нужно сделать? В первую очередь, да, мы должны увеличить благосостояние народа. Почему? Потому что человек, который достаточен, который понимает, что государство заботится о нем, вне зависимости, какая власть приходит, его трудно подкупить. Когда у человека горизонт планирования своих событий на 4 года, он говорит, зачем мне эти 500 лет, или там 1000, или 5000, зачем? Я обеспечен буквально на следующие 4 года. У меня дети учатся в школе, у меня бесплатная медицина, я плачу налоги. И зная, куда эти налоги идут, и государство заботится о том, чтобы у меня было определенное будущее. Просто политики борются, о каком векторе идти. Вот как можно побороть коррупцию. Коррупция это симптом неправильной администрации государства. То есть мы можем, скажем так, наложить холодную воду, чтобы сбить температуру, но мы должны узнать, какая она основная причина. А основная причина, то, что я сказал, благосостояние народа, образование. Когда ты детей обучаешь в школе не о том, что там русские лучше, европейцы лучше, а его обучаешь любить родину. Что такое достоинство, что такое честь, что честь нельзя. Этим, если ты обучаешь ребенка, тогда действительно он возрастает человеком, который трудно подкупить, у которого есть цель, и он к этой цели движется. И вот эти вот факторы, они больше дадут результат, но в долгосрочном периоде, чем, скажем, те же действия полиции. Но, к сожалению, мы находимся в той ситуации, когда действия полиции должны взять на себя регулировку этого всего, для того, чтобы решить, повлияет это на результаты, не повлияет. Что касается геополитики, это очень сложный вопрос, и для телезрителей я, например, дам пример из футбола. Кто-то хочет стать Криштианом Роналду, а кто-то хочет Леонид Месси стать, да. Но что их объединяет? Один и другой занимаются тренировками, увеличивают свои силы и так далее, да. Леонид Месси, например, да, у него врожденный талант. То есть ты должен в геополитике быть географически в нужном месте. Например, как Польша, как Балтийские страны и так далее. Криштиан Роналду предлагает усилия, у него дисциплина, у него, опять же, тренировки и цель. То есть в государственном плане это экономика, это стабильность. У них, у обоих, база одна и та же. Для того, чтобы, скажем так, направляться в Евросоюз, для того, чтобы направляться в Союз Африканских стран, для того, чтобы стать членом БРИКС, для того, чтобы стать членом Евразийского Союза, тебе нужна стабильность. Ты должен быть стабильным государством, у тебя должна быть политическая культура, у тебя должно быть благосостояние народа. И здесь, опять же, благосостояние народа влияет и на оборону. И вот тогда ты после этого можешь решать, куда мне вступить. Когда у тебя этого нет ничего, ты никуда не вступишь. Не важно, кто у вас президент, Майя Сану, либо господин Стоянного. Если у вас нет четкого действия, как усилить государство, без этого, ну, бесполезно говорить о какой-то евроинтеграции. Нищих никого не берут. И поэтому, если мы действительно движемся в евроинтеграции, мы, на мой взгляд, правительство должно заниматься, не просто, скажем так, информировать, это тоже нам нужно, это тоже важно, но и делать для этого что-то. Что именно, во-первых, создать экономические условия для инвесторов, да, потому что многие говорят, что из-за войны. Да и не из-за войны, а из-за налогов. Когда ты выплачиваешь 40% подоходного налога или там, сколько там, 20-30% заработной платы, естественно, в этой стране никто не хочет показывать эти налоги. Они очень большие. Если бы пойти по методу Германии, да, например, либо других стран, а освободить от налогов, например, первой компании на первые три года. Иностранные компании. Слушай, у тебя прямо сейчас предвыборная речь. Но это тот механизм, который может позволить государству стать стабильным. И в стабильном государстве ты действительно можешь двигаться в Евросоюз. Опять же, коррупция, реформа юстиции. Вот я в юстиции не разбираюсь, но опять же, это симптом. Почему в юстиции, например, у нас ничего не действует? Потому что, опять же, проблема в основе. И пока эту основу не будут решать, мы можем бесполезно говорить о другом. Почему? Потому что мы выбираем министров. Вот нам кажется, ну да, вот есть министры. Да, вот мы их выбрали, вот вроде бы они чем-то занимаются. Но чем они занимаются на самом деле? В прошлом году они занимались выборами. В этом они выборами. Хотите, я вам предскажу, что будет на следующий год? Они будут опять заниматься выборами, конечно. А кто будет управлять государством? Слушай, я предлагаю, мы немножко отошли от темы. Я вот хочу сейчас вернуться к заявлению главы инспектората полиции, господина Чернаутсана. Смотрите, вы сказали, что он сказал о 138 тысячах. А вот был брифинг в ночи госпожи Санду. Она выступила, когда закончился. И она, по итогам первого тура. И она сказала тогда, 300 тысяч голосов было подкуплено. Потом появляется цифра 138. Потом, значит, какие-то другие цифры. Вот почему постоянно меняется вот эта вот цифра? И самое интересное все, знаете, как в том, помните, старый был такой фильм со Шварценеггером. Где ваши доказательства? Доказательства не представлены во многом. То есть есть пока фразы. И люди, я просто сейчас пытаюсь, вот к передаче, когда готовился, общий такой массовый, как говорится, месседж, который несут в социальной сети. Вы говорите, а где доказательства, вот именно предметные. И может быть они будут постепенно появляться. Почему у них нет? Почему цифры меняются? Ну, однозначно они будут появляться. А почему цифры меняются? Потому что, когда он говорил о 138 тысячах, он говорил только о тех перечислениях, которые задокументированы, да, что они были перечислены через этот банк, забыл название ПСБ или, кажется, что-то в этом роде. А когда госпожа президент говорит о 300 тысячах, мы говорим о совокупности тех денег, которые были внесены в эту избирательную кампанию, в коррумпирование этой избирательной кампании. И через наличные оплаты, да, это имеется в виду те ситуации, когда в аэропорту Кишинева задерживали определенных людей с подозрением того, что они везут именно эти грязные деньги, которые в конечном итоге должны использоваться для подкупа избирателей и так далее. То есть масштаб, он больше 138 тысяч, однозначно. Касательно доказательств, почему господин Черновуцану вообще, в принципе, почему эта информация появилась сейчас, а не после того, как будут оговорены определенные приговоры. Потому что для того, чтобы юстиция заработала, у нее еще есть превентивные функции, да, для того, чтобы эти голоса не были куплены еще во втором туре. Это, наверное, надо было сделать еще до первого тура и так далее, чтобы понятно было. А почему этого не было сделано тогда? Не знаю. Честно говоря, это, конечно, вопрос господину Черновуцану, почему эта информация появилась сейчас. Но, наверное, после, скажем так, избирательного процесса, скажем, этот масштаб, он проявился. Потому что, понятное дело, ты можешь доказать о том, что определенные деньги платились избирателю до того, что он проголосовал конкретно в бюллетене за одного или того кандидата или за определенную опцию, если говорим о референдуме. Но, чтобы достать, скажем так, бюллетень, он же не пойменно там ставится в эту урну. То есть, как бы плюс-минус никто не думал, что, может быть, этот результат настолько будет масштабным, для того, чтобы на него повлияли в таком масштабе и так далее. Надо, конечно, смотреть всю ситуацию в совокупности. И я думаю, по мере изучения всех этих дел, конечно же, доказательства появятся, появятся приговоры. И, как я говорил в определенных интервью, все эти процессы должны быть публичными, транспарентными, для того, чтобы мы понимали не только, скажем так, насколько это будет трудно и дорого для тех, которые взяли на себя время коррумпирования избирателей или просто взяли деньги для того, чтобы проголосовать за определенного кандидата или за определенную опцию. Но и насколько, скажем так, изощренные организаторы всего этого. Потому что, понятное дело, они находятся сейчас не в Молдове, им легче координировать эти процессы извне. Я вот хочу процитировать, вот госпожа Санду заявила, в частности, о беспрецедентной атаке на свободу. Государственные учреждения определили и документально подтвердили банковские платежи, осуществленные для покупки голосов. Это серьезнейшим образом исказило итоги выборов, утверждает госпожа Санду. Она пожаловалась на судебную систему, которая не смогла завершить дела о коррупции. Цитата. Меня спрашивали, не является ли это поводом для непризнания состоявшихся выборов и организаций повторных. Однако, избирательный процесс нельзя остановить только по одной существенной причине. Сказала госпожа кандидат в президенты, вот действующий президент. Ян, вот как ты оцениваешь вот эти заявления Санду? С политической точки зрения, потом вот юридическую еще раз. Да, юридическую здесь, опять же, повторюсь, трудно, потому что есть одно дело законность, которая должна соблюдаться, а есть и другое справедливость. Когда ты борешься с коррупцией, применяя двойные стандартные, ну тогда не можешь рассчитывать на поддержку народа или на то, что тебе поверят. Почему? Потому что, вот для меня, например, интересна цифра 300. Потому что было 300 сирийцев, 300 чеченцев, 300 тысяч. Ну, включайте, немножко там, как-то немножко, более разнообразнее придумывать. 298 тысяч. Да, то есть, почему вот до передачи вам сказал, что скучно. Вся предвыборная кампания была просто украдена у партии демократов. От начала, от слогана, вот господин Усатый ссорился с госпожей Майя Санду об одном и том же слогане, хотя это Плохотнюк еще придумал этот слоган и так далее. Скучно, скучно. И когда, опять же, и здесь опять еще, чтобы люди тебе поверили, госпожа Майя Санду вышла как кто? Да, вот заявила. Как кандидат, как президент, как прокурор. Мне вот это интересно, да, потому что если стоячка, я понимаю, если это существует, то должно быть наказано. Но посмотрите, что происходило в предвыборную кампанию. Были кандидаты и президент. Не кандидат, а президент. Действующий. Действующий президент, который выполнял свои обязательства. То есть кандидаты, 10 кандидатов боролись не просто с другим кандидатом, с оппонентом, они боролись с целой системой правительства. Министры в сеть занимались предвыборными кампаниями. Господин Алайба до сих пор где-то делает агитацию и так далее. То есть здесь были нарушены принципы демократии. В тот момент, когда ты нарушаешь принципы демократии и ловишь других, которые еще хуже поступают, потому что для меня, например, подкуп, давать деньги за голос, это нарушение, это должно пресекаться в демократическом государстве. Но ты не можешь рассчитывать на справедливость со стороны общества. Вот она в чем проблема. Всегда очень важно соблюдать вот эти красные линии, когда ты борешься с чем-то несправедливым. Потому что если ты переходишь эти грани, и ты, например, с одной стороны борешься за законность и так далее, но переходишь эти красные грани, тогда ты сам становишься злом. Иногда в борьбе со злом те, которые борются, они становятся. Из-за чего? Из-за того, что они переходят вот эти вот все красные линии. И это было очень важно. Потому что сейчас верить невозможно. И общество показывает, что они, не то что там Майя Санду, вообще к политическому процессу не доверяют. Нету доверия к политическому процессу. Когда нету доверия к политическому процессу, к Майя Санду, к господину Стеногу, к госпоже Влах, к другим политикам и так далее, не будет доверия. А без этого ты не можешь построить никакой концепт будущего государства. Ничего. У тебя всегда будет коррупция. У тебя всегда будут проблемы с юстицией. У тебя всегда будут проблемы, потому что нету доверия. Что позволяет доверие? Доверие позволяет людям оплачивать налоги. Людям верить в то, что действительно произойдет справедливость. И те, которые, скажем, нарушили закон. Мы говорим про судебную систему. Это дает тебе возможность, что когда тебя подкупают, ты об этом говоришь. Ты говоришь полиции, которой ты доверяешь. Ты знаешь, что эта полиция защитит тебя. Ты знаешь, что это государство обеспечивает тебя. А если нету этого доверия, тогда это происходит кастрю. Я еще раз возвращаю. Мы должны понимать, почему тот человек, который совершил зло. Я согласен. Но моя задача, как политтехнолог, понять, почему он пошел на этот шаг. Потому что у него нет денег. А вот моя задача, как ведущего, сказать, что сейчас у нас рекламная пауза. После этого мы вернемся в студию. Не переключайтесь. Мы вернулись после рекламной паузы в студию. Напомню, что на канале Н4 вы смотрите ток-шоу «Без галстуков» с Александром Стахурским. Сегодня мы обсуждаем итоги первого тура выборов и референдума. Выпуск называется «Молдавская рулетка». У нас всегда так что-то происходит. В гостях у меня политехнолог Ян Лесневский и представитель неправительственной организации «Вочдок» Александр Ботт. Александр, вот Ян высказал свою точку зрения до рекламной паузы по поводу оценки политической. Я хочу, чтобы вы дали оценку заявлению, выступлению госпожи Санду с точки зрения юридической. То есть вот про кулёк. Я могу просто повторить, если надо, но мне не хочется время тратить. Я дополню своего коллегу. Да, может быть, конечно, есть определённое недоверие, но если было бы полным недоверием к государственным институтам, к кандидатам и так далее, то есть был бы просто полный бойкот этих выборов. Но, как ни крути, у нас всегда явка превышала 50%, соответственно, все у нас выборы были признаны состоявшимся. Касательно юридической составляющей. Понятное дело, что определённые голоса влияют на результат. Но каждый раз, когда мы смотрим на результаты, особенно Конституционный суд, вот можно посмотреть по последней его практике, он всегда берёт во внимание, насколько этот результат влияет, насколько вот эти голоса влияют на конечный результат. Если они являются в незазначительной степени, то, соответственно, выборы признаются состоявшимися, и, соответственно, результаты утверждаются решением Конституционного суда, если мы говорим о избрании президента. Соответственно, в этом случае, когда уже будут собраны определённые данные по поводу того, насколько повлиял подкуп избирателя результат, Конституционный суд будет решать. Думаю, что, исходя из того факта, что даже если это масштабный, то есть, как повторюсь, это стало феноменом, он не может повлиять существенно на то, как изменится результат. Соответственно, может повлиять существенно на определённые результаты определённого кандидата, но на перевес, скажем так, опции или нашего выбора, он, конечно, не уже повлияет. И это, конечно, будет субъектом дискуссий в Конституционном суде. Скажите, вот как вы прокомментируете то, что Ассоциация Промолекс опровергает версию властей о подводе избирателей, например, в частности, на участках в Москве, в Российской Федерации? Вот, в частности, из заявления главы Промолекс Николая Панфил следует, что решение о сокращении количества участков с 5 до 2, хотя должно быть не менее 10, якобы, да, вот указывается, было вмешательством политиков на последних метрах избирательной кампании. Господин Панфил также отметил, что вмешательство это было через голову Центра избиркома, единственного органа, который мог бы принять такое решение. Цитата. Нельзя говорить, что сначала есть возможность открыть 5 участков, а через 2 или 1 неделю уже нет. Значит, по его мнению, подвоз должен быть доказан, чего в ситуации с Российской Федерацией не было. Вот как вы оцениваете мнение представителя Промолекса? Ну, конечно, Промолекса — это весомая организация, она всегда занималась именно этими вопросами. Опять же, повторюсь, насколько вот эта ситуация, если даже ЦИК вошел в определенные процессы и предусмотрел определенные риски, и эти риски, скажем так, не состоялись, или просто ничем не подкреплены, то есть понятное дело, что это будут отвечать за это определенные товарищи и СЦИК, которые принимали эти решения. Да, но, опять же, давайте посмотрим в совокупности, насколько вот эта ситуация повлияет на результат. Если это повлияет, повторюсь, Конституционный суд даст свою оценку, и это, конечно же, повлечет за собой определенные санкции со стороны Конституционного суда. Но не думаю, что это дойдет до того момента, когда мы скажем, что эти выборы аннулированы. Вообще, в практике Республики Молдова только один раз помнится, что выборы были аннулированы. Это местные выборы премаря, когда, исходя из того факта, что один кандидат делал у себя лайв на Фейсбуке, в конечном итоге судья решила, что придется все-таки аннулировать эти выборы, хотя это решение в конечном итоге было тоже аннулировано. То есть, соответственно, вопрос на вопросе. Я вот, знаете, что хотел вас спросить. Скажите, а вот как вот это с точки зрения юридической устроено? Первый тур, вот говорят о нарушениях больших, да, и вы говорите, что только Конституционный суд решит. Потом идет второй тур. В зависимости от того, какой кандидат выиграет, тут уже какая начинается игра. Потому что если выиграет тот кандидат, который устраивает одну сторону, это будет, как говорится, окей, выборы прошли нормально. Если не устроит, уже идут разговоры, что тогда будут аннулированы все выборы. То есть, это как вот может быть с юридической точки зрения? Если сейчас зафиксировано большое количество, то должны сказать стоп. Если я не ошибаюсь, господин Кику обратился уже, да, там, выступил с обращениями, господин Тарлев, он, Кику точно, да, если я не ошибаюсь, который сказал, что мы требуем, значит, аннулирования результатов первого тура выборов, потому что очень было много нарушений. Вот как бы такой момент. Это как бы одно из частных, да, то есть одна из оппозиционных, так сказать, будем говорить, партий говорит. Вот как быть, сейчас молчат, значит, ждет второго тура. На данном этапе ЦИК определил, что данные выборы состоялись, то есть, соответственно, первый тур, он состоялся, и, соответственно, мы идем во второй тур, а когда уже пройдет и второй тур, в совокупности Конституционный суд будет рассматривать и те процессы, или те нюансы, которые состоялись и в первом туре. То есть, они не будут смотреть только на этих двух кандидатов, которые вышли во второй тур, а они в совокупности будут рассматривать все выборы, те, что прошли и в первом туре, и те, что пройдут во втором. Понятно. Вот я сейчас хотел бы привести одно из мнений экспертов, потому что очень много самых разных у нас в стране, но вот есть одно мнение, которое я хочу, чтобы вы услышали и зрители наши, по поводу первого тура именно референдума. Значит, например, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, Александр Баунов, это достаточно такой известный авторитет, полагает, что, цитата, «Санду исходила из того, что европейский настрой избирателей сильнее поддержки ее правительства, и поскольку она возглавляет проевропейский политический лагерь в стране, поддержка европейского выбора укрепит ее выборный мандат, подтянет ее выше за собой». Ровно так же Кэмерон искал дополнительный двигатель в евроскептических настроениях, которые должны были укрепить его мандат. Это про Великобританию, я хочу напомнить, говорю. Но не выйти за его пределы. Проевропейские настроения в Молдове действительно оказались выше электорального результата «Санду», но не настолько, как ей хотелось бы. И точно не настолько, чтобы убедительно подпереть результат, который она получила на выборах. Вышла как у Кэмерона, скорее наоборот. Проблема редкой прямой демократии, в отличие от постоянно практикуемой, как в Швейцарии, античных полюсах и некоторых итальянских республиках, в том, что изредка созываемые на референдум граждане имеют тенденцию высказываться на участках не только по вопросу, на который их позвали ответить, а еще и по поводу правительства, которое их позвало голосовать. Ян, как ты прокомментируешь высказывания Баунова? Часистное, я согласен, и мы говорили об этом еще год назад, если не ошибаюсь, тоже на передаче Н4 с другим модератором, когда мы моделировали ситуацию. Но не согласен то, что не получилось. Потому что то, что пропланировалось, то получилось. С точки зрения политтехнологий это сработало. Не обязательно, что это хорошо для государства, не обязательно, что это хорошо для общества, но это сработало. И мы тогда так же и говорили. Тогда, если не ошибаюсь, процент поддержки евроинтеграции, на мой взгляд, и сейчас такой же, 64 был. И, естественно, Майя Санду решила, и политтехнологи решили использовать это, для того, чтобы потянуть процент этого кандидата. И им это удалось. Результат достаточно хороший. То есть это действительно отсутствие, кстати, конкуренции на правом фланге. Ну вот был господин Анастаси, скажем так, проевропейский господин Цико. Но они так не очень были видны. И можно говорить, что Майя Санду монополизировала эту тему. И эта тема действительно ей помогла, скажем так, получить результат достаточно хороший в первом туре. И проблема в том, что использование, да, вот то, что я говорил, использование этой темы ее дискредитирует. То есть, когда политики используют определенную тему. Это может быть не евроинтеграция. Другие политики, например, левые использовали тему нейтралитета. Да, например, когда тоже они говорили о нейтралитете, потому что большое количество людей поддерживают, но не могли четко объяснить, как этот нейтралитет будет работать, на базе чего он будет основываться, на чем будут гарантии безопасности и так далее, какая модель нейтралитета будет. Они дискредитировали ей, например, тему нейтралитета. То же самое произошло сейчас с евроинтеграцией. И сейчас, да, с одной стороны, у людей был определенный концепт, что такое евроинтеграция. Было состояние народа, это такие же дороги, жизнь, как в Европе. То есть, как бы, и председатель. Судебные реформы, о которых госпожа Санду же упомянула. Да, судебные реформы, нет. Судебные реформы, мне кажется, это были навязаны. Люди, когда голосовали за Европу, они голосовали за хорошие зарплаты, за жизнь в центре города, да? А оказалось, то есть, жизнь бывает и за... Ты говоришь о жизни, но, например, если судебная система не работает прозрачно и честно, да, вот мы с Александром до программы немножко на эту тему говорили, то у людей нет доверия. Например, тот бизнесмен, если он знает, что решение будет приниматься фигурально по понятиям, а не по закону, он не будет рассчитывать на, я не знаю, долгосрочные перспективы своего бизнеса в этой стране. Либо он вынужден опять уходить в какие-то коррупционные договоренности. То есть, это всегда, то есть, ну, к этому приходится. Судебная система лишь часть. Поймите, мы делаем большой акцент вот только на судебную систему. Да, я понимаю, что для некоторых это проблема, для некоторых это важно, но это лишь маленькая часть. Опять же, это последствия. Это последствия того, что мы неправильно подходим к решению проблем государства. Окей. Александр, я вот, пользуясь случаем, что вы у нас сегодня в студии, от организации Watchdog, хотел вот вас о чем спросить. Вот в октябре до выборов, значит, организация Watchdog проводила опрос, где задавался такой опрос, если бы президентские выборы проводились в это воскресенье, за кого бы вы проголосовали? По прогнозу Watchdog, 35,8% за Санду и 9% за Стайногла. Скажите, вот на ваш взгляд, как так получилось, что такая большая разница, вот отличие между реальными результатами первого тура выборов и тем, что спрогнозировал ваш организм? Потому что это, как бы, большой. И некоторые, опять же, сейчас просто сразу скажу, некоторые, не знаю, аналитики, эксперты, просто, значит, люди говорят о том, что это был такой психологический трюк, некий вот давление на общество. Вот смотрите, все равно с таким большим отрывом президент, действующий президент уходит от своего потенциального, значит, антиконтр-кандидата. Относительно этих результатов, как бы, мне трудно ответить, потому что я не социолог, как-то говорю, да. Но давайте возьмем в совокупность тот факт, что эти выборы запомнились, опять же, большим подкупом избирателей. И когда мы говорим о том, что повлияло на выборы, может быть, именно это та ситуация, когда вот на этот процент повлияли вот именно эти подкупы, да, потому что однозначно мы пока не понимаем вот этот момент. Ну да, мы же сказали в первой части программы, что мы пока не понимаем вообще, где юридическая база доказательств. Заявление есть, да, то есть, ну, как бы, все в процессе. То есть, с юридической точки зрения у некоторых юристов, я вот до программы общался, и вы, наверное, безусловно, как специалист, понимаете, здесь есть ряд вопросов, потому что доказательств еще нету. Есть только предположение обвинения. Возможно, что есть процессуальные какие-то идут действия, но в результате же может быть так, что не будет доказано такое большое количество, либо частично, либо скажут, что на самом деле там какие-то произошли ошибки. Но пока заявление есть. И, в принципе, за это заявление те люди, которые заявляют, должны нести, как бы, ответственность. Мы понимаем об этом? Понятное дело, да. Я думаю, что господин Черновусан, когда заявляет о 138 тысячах ситуациях, да, то есть, он не заявляет об этом голословно, имея определенную все-таки, ну, как минимум доказательную базу для того, чтобы понимать, что действительно эти голоса будут куплены. Второй вопрос, кому эти голоса были отданы, потому что это непонятно, куда они все-таки ушли, да, повлияло и как, на чей процентов все повлияло. Ну да, но смотрите, с юридической точки зрения, здесь тоже же должны быть доказательства, вот кто за кого, как говорится, платил, да. Например, сейчас на финишную прямую вышло у нас во второй тур два, значит, кандидата, да. Здесь возникает вопрос, под кого из них были вот эти вот подкупы, да. Правильно, правильно. Под кого из них? С точки зрения юстиции, как бы, это не важно, потому что насколько, если установлен факт, что голос был, на голос повлияли, неважно, за кого он был. Да, главное, это было нарушение. За господинство Яногла, за госпожу Фортуны, или это было нарушение, точка. То есть, как бы, это, скажем так, суд никогда не будет интересовать, за кого в конечном итоге было проголосовано и за кого было уплачено и так далее. Мы говорим сейчас о политической составляющей, да, почему определенный малый процент стал большим процентом. Я говорю, может быть, это повлияло. Мы, конечно же, не можем рассуждать о том, что, может быть, было бы так или не так. Социологический опрос показал именно, что 9%, исходя из, может быть, из тех ситуаций, что, напомню, господин Стойноглый избирался и башканом Гагаози, насколько я помню. Это было, да, но это было сколько лет назад? Да, давно. Ну, в принципе, давно. Но, в принципе, я к чему, что... И тогда он не набрал определенное количество голосов для того, чтобы стать башканом. То есть, он не являлся на тот момент такой видимой фигурой. Может быть... Ну, извиняюсь, я, как говорится, сторонний наблюдатель, но мне кажется, что это не совсем, как бы, корректное сравнение, но, как бы, потому что по одной простой причине. Он тогда не был генеральным прокурором. И, на самом деле, вот если Яна сейчас спросит, я думаю, она однозначно скажет, просто мы не будем тратить на это время. В некотором смысле его сделали... Вот популярность его выросла за счет того, что его сделали, так назовем, жертвой режима. То есть, люди стали апеллировать к тому, что его сняли с должности и все, что с этим связано. То есть, это было далеко после того, как он пытался... Потому что он поработал и в правоохранительных органах, соответственно. Ну, это, как бы, отдельно идти. Ну, опять же... Ну, я здесь попробую помочь Александру, потому что, действительно, да, Александр хороший специалист в юстиции, да, здесь больше социология. Я не считаю, да, что компания Watchdog, да, мы сейчас могут некоторые телезрители осуждать, скажем так, ошиблась, предостав, ну, скажем, цифры, которые не соответствуют. Во-первых, у нас социология, она только развивается. И когда такое происходит, это, действительно, как-то, ну, удар на социологические компании. Да, вот даже вот наша компания нашел, да, на сайте Europe Elect, потому что, да, мы опубликовали, мы специально не опубликовали в своем телеграм-канале данные, но отправляем, скажем так, с теми, с кем сотрудничаем, да. У нас, например, Майя Санду вышло 43%, господин Стоян Ногло 19%, Усатый 18%, разница у них была 0,5%, вот у нас. Потом шла Влах, Тарлев, то есть, а у нас здесь Фортуна вышла. Да. Действительно, есть, и все люди смотрят вот на эти цифры. А, соответствует, не соответствует. А вы видели, что там 20-30% неопределившихся? Кто эти неопределившихся? 30% это те, которые боятся отвечать, боятся. И в основном боятся отвечать это, когда голосуют за оппозицию. Потому что у них нету доверия. А кто меня это спрашивает? А Ян Лисневский, когда спрашивает меня, за кого он не расскажет Майя Санду, ко мне там не придут, потому что люди находятся в страхе. Вот эмоции, помните, у нас была передача, когда мы говорили о них. И люди боятся говорить. Здесь очень много важно. Вот у нас, например, с 1200 с чем-то респондентов участвовало только 900, с 950, а остальные отказались. Мы спрашивали, а по какой, просто какую эмоцию, по какой. У нас сейчас в вопросах мы задаем много эмоциональных вопросов. Переходим на гейминг, для того, чтобы люди не боялись отвечать. Да, мы даем какие-то такие шуточные, либо игривые вопросы. И они ответили. Страх. А почему? Потому что у них нету доверия к политическим процессам. Они боятся. Подожди, подожди. Вот это очень интересный вопрос. Почему у людей страх? Почему человек в нашей стране, который идет в Европу, и уже кандидат, и мы уже проходим огромное количество тестов, люди боятся высказать свое мнение. Я вам скажу почему. Есть две причины. Первая причина – это общественная. Потому что в обществе есть вот это, то, что мы говорили, раздробленность, радикализм. То есть, и человек, когда высказывается даже буквально за столом, праздничным столом среди, скажем так, знакомых, родственников, начинается ссора. И они боятся уже говорить, что «а я буду поддерживать мои санду, а я буду поддерживать господина Стояногл», чтобы не было этого процесса. Кроме того, есть государственные, что они боятся, что будут проблемы на работе, будут проблемы. Возможно, это не произойдет, но у них есть этот страх. Почему? Потому что задача правительства – гарантировать спокойствие и стабильность – не была решена, то есть, не была выполнена. Потому что задача, во-первых, и полиции, и всех остальных – это, чтобы люди доверяли. Тогда не будет ни коррупции, ничего, и все остальное. И опросы это очень прекрасно показывают. Вы говорите, и юстиция, и все остальное. Да, но как вы хотите повлиять на все это, когда есть страх? Когда люди видят, ага, борются с коррупцией. Вот бабушку задержали, вот там еще кого-то задержали за 50 лет. Вот так и так далее. А когда спрашивают, опять же, очень важны двойные стандарты, да? Когда спросили, например, на передаче, вот, например, господина Гроссу, а если будет доказано, что Андрей Сыновин виноват? Он сказал, пусть предоставит нам доказательства, мы рассмотрим, и мы решим. Партия. То же самое хотят и все остальные. И Шор, и Плохотнюк, и так далее. Вынуждены перерываться, потому что тоже состояние страха у нас, реклама впереди, она должна пройти быстро. Перед спонсорами боитесь. Мы вернулись в студию. Напомню, что вы сегодня смотрите ток-шоу «Без галстоков» с Александром Стахурским. Говорим мы сегодня с моими гостями, Яном Лесневским и Александром Ботом, о чем мы говорим, о результатах выборов первого тура и референдуме. Вы знаете, я вот хочу, чтобы мы сейчас кое коснулись, на мой взгляд, важной темы, которая, ну, даже не знаю, как подобрать слова, которая очень сильно дала резонанс после первого тура выборов. Я хочу поговорить о ксенофобии. Смотрите, в социальных сетях, как мы все знаем, после первого тура выборов появилось несколько ксенофобских заявлений, значит, несколько блогеров там, значит, в адрес Александра Стайногла. Остается только догадываться, почему, это мне так кажется, остается только догадываться, почему очень поздно поступила реакция со стороны, например, той же госпожи Санду и администрации президента. В частности, например, если не ошибаюсь, только вчера глава администрации Адриан Белуцел опубликовал в соцсетях пост по этому поводу. Цитата. И призываем всех прекратить это непримемлемое поведение. Конец цитаты. Вот, Александр, вот что вы скажете, вот как юрист, вопрос, занимающийся вопросами права, по поводу данных заявлений, вот такой, ну, все-таки, на мой взгляд, опять же, и многие тоже говорят, потому что это сначала была очень сильная реакция в социальных сетях, да, то есть люди начали обсуждать, вот эти вот, возмущаться. Потом, значит, один из блогеров этих, который упомянул, он, значит, потом еще одно заявление высказал там по поводу, значит, пожелал там, не знаю, заболеть раком, то есть такие, на самом деле, режущие слух в обществе, которое, так сказать, одной ногой уже шагнуло вот-вот кандидатство в европейское сообщество. Вот как вы это расцениваете? С точки зрения права, с одной стороны, с точки зрения реакции? Ну, такие декларации, конечно же, они неприемлемы. И это, в первую очередь, в первую очередь говорить о воспитании данного блогера, потому что никак не может, эти ксенофобские высказывания не могут быть обусловлены чем-то, даже тем фактом, что вот не нравится тебе определенный кандидат. Это не важно. За это, конечно же, он должен понести определенное административное наказание, я так понял, он говорит, что он понесет и все равно будет высказываться. Ну, до того момента, когда начнет, наверное, платить определенные штрафы и будет понимать, что... А сколько вот по закону за оскорбление вот такого рода по молдавскому законодательству светит? Честно вам не скажу, какое конкретное наказание, но не существенно для того, чтобы, скажем, в районе там энных тысячах леек и так далее. Это более скромно, и это, конечно, в этом смысле нам надо доработать законодательство для того, чтобы вот такие случаи просто пресекать на корню, вне зависимости от того, это президентские выборы или какие-то другие выборы и так далее. А вот смотрите, кроме данных вот этих индивидуумов, которые в соцсетях, также были заявления от людей достаточно известные. Там, значит, я не хочу упоминать имя, одна спортсменка говорила, что людей надо отправить в Сибирь за то, что они неправильно голосовали. То есть вот такие вот радикальные настроения, вот и так общество разобщено, вот мы до этого говорили, да, но это все к чему ведет, Ян, на твой взгляд? Ну, да, именно о поведении начнем, а потом, да, вот как до этого дошлось. Ну, такое поведение говорит о том, что человек психологически нестабилен, он подвергается над стрессовым состоянием, именно поэтому он достаточно негативно выплескивает свои эмоции. К сожалению, для этого человека, да, вот нахождение в таком стрессовом состоянии, которое у тебя, скажем так, на какие-то такие агрессивные действия, оно негативно сказывается над человеком. То есть это депрессия, это различные болезни и так далее. То есть, ну, к сожалению, эти люди должны найти, да, то положительное, да, что происходит вокруг них и как-то направляться, потому что это в первую очередь плохо для них. Так, опять же говорю, потому что это психология. Как дошлось до этого? Кто виноват в этом? Я вам могу поименно сказать, кто в этом виноват. Вот именно в этом, вот в таком поведении. Это все политики Республики Молдава, все комментаторы в Республике Молдава, даже некоторые журналисты, начиная от Майсанду, Стоян Ногла и всех остальных и так далее, они виноваты в этом. Почему? Я вам объясню. И мы говорили об этом, и об этом огромном и страшном риске. На кого смотрят люди, когда смотрят там политические дебаты, политические, на политиков. Посмотрите, как оскорбляют друг друга в разных студиях, да, там ОПГ одного политика, ОПГ в другого политика и так далее, и так далее, и так далее. Очень мало конструктивных диалогов именно о идее, да, как возразить Республику Молдова, как настроить Республику Молдова. И мы говорили, что люди в обсуждении политических вопросов берут пример с депутатов, с политиков. Напомните, как господин Антон назвал девушек-танцовщиц-сужок? Это один сигнал. И таких сигналов было очень много. Эти ребята, это жертва. Они увидели депутат, депутат, который уважает общество. А кстати, какой он понес, не помните, какой он понес за это наказание? Я не знаю. Но он это уже позволил. С парламентской трибуны себе такое позволили. Никогда такое. Дипломат, политик, журналист, это эталон. Он является примером, он должен показывать, как люди себя должны вести. Аргументировать, быть открытыми. Позволять, что собеседник прав, что ты ошибаешься. Но этого нету. У нас злость на телевидении. У нас политики бронятся, оскорбляют, не несут никакой ответственности. Депутаты в фейсбуках ставят иногда такие глупости, какие-то друг друга обзывают и так далее. Вот откуда они. И когда начнут... Не на этих ребятах надо наказывать. А вот именно политиков, депутатов, которые взяли на себя эту ответственность. Ты хорошо сказал по поводу примера депутатов. Смотрите, вот как вы можете прокомментировать слова вице-спикера законодательного органа, главы парламентской комиссии ПАС Дойны Герман, которая на одном из телеканалов буквально недавно сказала следующее. Цитирую. Есть тысячи людей, верящих в европейские ценности и имеющих четкий европейский профиль. Наше обращение к ним, что если у них есть доверие к европейскому вектору Молдовы, то должна быть вера, что только Майя Санду доведет этот вектор до конца. Поскольку контр-кандидат Майя Санду, ясно, что он неподлинный европеец. Как вы оцениваете фразу вице-спикера парламента «неподлинный европейец»? Это оценочное суждение? Нет, но здесь она... Это меня не интересует. Вот честно меня не интересует. Я, например, я сторонник евроинтеграции. Но это же вице-спикер парламента? Нет, вице-спикер парламента соврал просто на телевидении. Почему? Я объясню. Только Майя Санду. Я хочу верить, что только Майя Санду. Поэтому объясните мне, как она это сделает. Как? Какие шаги? Как восстанавливать экономику? Как восстановить доверие к институтам власти? Как? Почему это не произошло за 4 года? Вот это я хочу слышать. Что кто-то доевропеец, не доевропеец. В том-то и дилемма, что мой подход о том, что Республика Молдова должна идти в Евросоюз, это естественный, но именно подход, как это должно происходить. Потому что все эти политики, знаете, что они сделали для того, чтобы мы стали членами Евросоюза? Ничего. Ноль. Флаг поставили. Максимум. Вот мы выполнили там 9 пунктов. Какие эти 9 пунктов? Изменение избирательного кодекса? Какие-то реформы в юстиции? Я в этом не разбираюсь. Но опять же, я считаю это симптомом. Но я уже цитировал, что госпожа Санду сказала, что, к сожалению, реформы в юстиции не произошло. Первое, что нужно делать, первое, ты пришел к власти, на следующий день ты разрабатываешь специальную стратегию по антикризисным мерам. У тебя должно быть два документа. Краткосрочное планирование и долгосрочное планирование. Ты должен понимать, какие меры и к чему это может привести. Ты не можешь просто делать эксперименты на людях. Давай мы, пусть немножко Александр уже прокомментирует эти заявления. Например, как вы оцениваете заявление непосредственно госпожи Герман про недоевропеец? Это уничижительное вообще или это просто фигура речи такая? Тогда у нас, знаете, я сразу вспоминаю вот это, истинный ариец. Вот говорится, что такое истинный европейец, что такое неистинный европеец. Я считаю, что эти вопросы не просто, ну, как бы, вот такое, знаете, поболтать, а это очень серьезные вещи, потому что одно ксенофобское заявление, потом другое, потом это может вылиться, я не знаю, там, в какие-то избиения, то есть это провокации какие-то. Вот Яну указал уже, господин Нанто, и мы с вами, например, не знаем, а вот какой депутат парламента, правящий партией, понес наказание за вот свои вот эти вот уничижительные высказывания. И таких высказываний достаточно много. Почему на это нет реакции? Ну, я не думаю, что надо уходить в такие крайности, да. Помнится один, как-то у нас проходили местные выборы, и был такой слоган в Кишиневе, что Кишинев для кишиневцев. Ну, как-то не очень хорошая ассоциация. Ну, в общем. Касательно Донны Герман. Давайте понимать, что она, во-первых, политик, да, она представляет определенную партию, и, соответственно, у них есть определенная политическая программа. Относительно господина Стояногла, понятное дело, что у него тоже есть определенная программа, и она никак не... Эта программа не ставит европейскую повестку как приоритет. Да, соответственно, как бы на данном этапе он, в принципе, высказал о том, свое мнение о том, что для нас сейчас евроинтеграция не является приоритетом как таковой. И там появились определенные пророссийские или провосточные... Ну, извините, если я не ошибаюсь, такого прямо не было. Он говорил о том, что Молдова должна, как говорится, со всеми дружить. И он сказал, что он по своим европейским взглядам... И я вот одно из последних интервью, его помню, он сказал, знаете, какую фразу? Он сказал, что в первую очередь мы должны вот это вот принести нам ментальность европейскую, то есть вот эта вот цивилизованность в первую очередь. А вот эти все европейские процессы, мы все равно в этом направлении идем, если я не ошибаюсь. То есть он... Мы можем просто поднять даже цитаты, но мне кажется, что не было. Прямо он там говорил, нам надо вот не смотреть в сторону Европы, а дружить как бы с Россией. Он как раз вот за вот этот вот нейтральный вектор уметь договариваться со всеми. Он переводил ей, мы должны говорить и с Китаем, и с Ираном, то есть огромное количество стран. То есть он не, так сказать, не радикализировал вот это вот, только вот один путь. И все. Илья, поправь, пожалуйста, может быть, я не то говорю. Ну и я просто дополню, да, в том смысле, понятное дело, отложить эту программу, европейскую интеграцию, это, в принципе, для меня то же самое, что и от нее отказаться. Потому что с 2005 года мы, в принципе, говорим, что у нас есть однозначный путь в Европу, но, по сути, как говорил Иоанн, мы особо для этого ничего и не сделали. То есть единственное, тот момент, когда мы сказали свое, высказали свое мнение относительно вот этого вектора, вот был этот самый референдум, где, да, может быть, даже маленькое большинство, но все-таки большинство сказало о том, что да, мы идем однозначно в Европу, готовим те юридические институты для того, чтобы в будущем присоединиться к ЕС. Я вот вернусь все-таки к вопросу ксенофобии и про Европу. Вот мы говорили о том, какие, вот Александр указал, что на самом деле недостаточны по всей вероятности меры наказания за такие вот высказывания, призывы и тому подобное. Вот смотрите, я специально посмотрел, что в Европейском Союзе по этому поводу. Значит, в статье 21 Харти Европейского Союза по правам человека указано, что дискриминация по признакам расы, этнической принадлежности, цвета кожи, языка, религий или политических убеждений запрещена. В странах Европейского Союза действует рамочное решение ЕС 2008 года, 913 номер GHA о борьбе с расизмом и ксенофобией, которое требует от стран ЕС введения, внимание, уголовной ответственности за разжигание ненависти на основе расы, цвета кожи, религии, происхождения национальности. В рамках этого документа государством членам ЕС предписано предусмотреть наказания, такие как штрафы или лишение свободы до 3 лет для физических лиц, а также различные санкции для юридических лиц. И вот я посмотрел пример. В Германии действует закон о подстрекательстве к ненависти. Публичное разжигание межнациональной ненависти и оскорбления на этой почве караются штрафами и лишением свободы до 5 лет. Во Франции разжигание ненависти на почве этнической, расовой или религиозной принадлежности карается в соответствии с законом о свободе Питачи от 1881 года, штраф до 45 тысяч евро или тюремное заключение до 1 года. Также Франция ввела меры для мониторинга и удаления ксенофобского контента в интернете, а также предусматривает более строгие наказания для должностных лиц, замеченных в подобных нарушениях. Нидерланды. Статья 137.c и 137.d Уголовного кодекса касаются публичных заявлений, разжигающих ненависть, дискриминацию, насилие на основании расы, религии и сексуальной ориентации. Эти действия наказываются штрафами или тюремным заключением сроком до 2 лет. Дополнительное наказание предусмотрено за оскорбительные публикации и призывы к ненависти через СМИ. В Испании статья 510 Уголовного кодекса регулирует вопросы, опять же, о подстрекательстве, ненависти и дискриминации, приписывая штрафы или тюремное заключение от 1 года до 4 лет за публичное распространение сообщений, подстрекающих к насилию или ненависти против этнической группы нации, расы, религии или пола. В Испании также введены меры для пресечения подобных действий в интернете, что позволяет блокировать доступ к сайтам, распространяющие ксенофонский контент. И последнее. В Италии, как пример, существует закон Манчини, который запрещает использование нацистской символики, а также публичные высказывания действия, разжигающие ненависть или дискриминацию на основе расы, этнической принадлежности или религии. За нарушение закона предусмотрены штрафы и тюремное заключение до 3 лет. Вот вам Европейский Союз. Реакция у нас на уровне того, что не было официальных заявлений, если я не ошибаюсь, поправьте меня, скажите. Было только заявление в социальной сети главы администрации президента и общие неконкретные высказывания, такое, что, ну, знаете, как Кот Леопольд, ребята, давайте же и дужны, поступившие не сразу же в этот день. Потому что разгорелась вся эта борьба, страсть, и вот начал купить интернет, мы все это видели, независимо на площадках русскоговорящих, мол, Денета, румыноговорящих. Вот этот вот раздрая начался, вот посмотрите, начало это все как комом. Это не было приостановлено вовремя, не было заблокировано. Эти ролики висели, появились они в самых разных источниках и только разжигают что? То, о чем вот упомянул Ян и вы, в частности, тоже отметили. Вот как с этим быть? Ну, к сожалению, это, понимаете, с реакцией могу я выйти, вы выйти. Задача тех, кто управляет государством, не допускать это, повторюсь. Если вы не можете, до свидания, уходите с поста, не допускать, и повторюсь, это сделали политики сами на протяжении последних четырех лет, восьми лет и так далее. То есть, они в этом виноваты. К сожалению, то, что вы прочитали, еще раз доказывает, что евроинтеграция при помощи молдавских политиков отдаляет Республику Молдову от Европы. И, можете, скажем, дальше говорить, приближает ее к России, к Китаю, к Турции, к чему-то другому. Почему? Потому что люди это все видят. И они это неправильно, но они это, скажем так, привязывают именно к евроинтеграции, к сожалению. И вот появляются те фейк-нюзы, что вот именно так возможно в Европе и так далее, и так далее. Из-за того, что те, которые называют себя европейцами, ведут себя в несоответствии с человеческими нормами. Знаете, что нас всех обвиняет? Мы все люди. И вот когда мы перестанем вести себя по-человечески, неважно, как вы себя называете, немцем, французом, итальянцем, европейцем, русским и так далее, украинцем и так далее, вы уже не человек. А такое поведение нечеловеческое. Особенно, и опять же, я осуждаю это намного, почему так сильно? Потому что это, да, мы можем говорить, что относится к политикам, к политической партии. Это депутат. Это лицо, на которое люди смотрят, на которое люди равняются, который является эталоном. Эти депутаты, которые ходят в школы, в школы к восьмилетним детям и пытаются сказать, что вот, евроинтеграция, это хорошо. Для детей, они их обманут. Да, потому что ребенок 8 лет, он увидит этого депутата, этого, и он подумает, ну вот это великий человек, он здесь и достиг депутата. И в этот момент он увидел, вот как он высказывается, что этот ребенок 8 лет, как он себя выглядит. Это такое поведение со стороны депутатов, это преступление против народа. Оно не то, что должно наказываться 5 лет или штраф, это должны лишать просто депутатского мандата за такое поведение. А давай мы спросим юриста по этому вопросу. Александр, вот скажите, вот в связи с тем, что я процитировал, вот то, что я процитировал, вот пример из стран европейских, да, то есть это развитые демократии, так назовем их, да, и то, что вот у нас происходит, и вы указали, вот на ваш взгляд, почему у нас до сих пор, вот на это в законодательстве не приняты какие-то такие очень более важные аспекты и меры. Например, ограничение интернета, у нас могут выключить, которые влияют на, как говорится, идеологию, телевизионные каналы, сайты различные. То есть это у нас происходит не по решению суда, а мы как юристы понимаем, что должно быть сначала решение суда, просто решение какой-то там комиссии, которая временно, там, чрезвычайно принимала такие решения. Закрыты, люди потеряли работу, многие доказательства так и не представлено было, ну, поправьте меня, если не так. А вот таким важным вещам, как связано, например, чтобы Молдова была толерантным государством, чтобы люди боялись, потому что по закону он понимает, что он будет нести ответственность. То есть боялись, когда вот заявляет данный индивидуум в поводу того, что я готов понести наказание, я все равно буду это говорить, я буду это делать. То есть он тем самым что делает? Он провоцирует? Провоцирует. Или он показывает, что государство у нас просто недееспособно, как ребенок тут в осмелении, которому говорит Ян. Вот что происходит? Ну, давайте понимать, что этот случай, господин Антони, это не указывает на определенный феномен. Безусловно, но до этого были другие, они были неоднократно. Результат. Да, то есть это же не первый раз. И с другой стороны тоже было. Да, то есть это просто сейчас предвыборная кампания. Я вам хочу сказать такую штуку, я сейчас вспомнил в процессе нашей беседы. Когда коммунисты в 2009 году потеряли власть, значит у меня одна знакомая, у нее был, она рассказала, визит к стоматологу. И стоматолог, возбужденная проигрышем коммунистической партии, она спросила, а вы голосовали за коммунистов? Она говорит, нет. Она говорит, тогда вам скидка 15%. Потом она сделала ремарку, уже потом сказала, я вообще в этот день просто в Молдове не была. Я просто не голосовала. Не то, что за коммунисты, я вообще не голосовала. Но это поразительно. Я запомнил это очень. Тогда вам скидка 15% говорит врач. Это как бы история имеет большое продолжение. То есть почему так происходит? Почему до сих пор у нас в этом плане не приняты меры? Чтобы у нас люди все понимали, что они защищены законом от каких-то оскорблений. Даже если мы говорим сейчас о уровне кандидатов в президенты. То есть это такие заявления. Ну как это? Я понимаю, что это избирательные вещи. Но есть поддержка у этих людей. Есть же там поддержка. Есть те, которые право, молодцы. Как бы их поддерживают. И это не пресекается. Вот я пытаюсь как бы эту тему поднять. Может быть я немножко эмоциональный в этом. Но я считаю, что это важные вещи. Потому что завтра, как говорится, классика жанра. Это все было уже. Это было. И почему кто-то думает, что этого не может произойти? Вот все удивляются, что происходит в Украине. Да, я сейчас не хочу касаться. Но там тоже очень много процессов, которые тоже раздрая общество начинался с мелочей. Как вы вот думаете по этому поводу? О, у нас правда осталось 30 секунд. Да, ну коротко. Я коротко скажу, да. У нас по сути это все связано с 2012 годом. 2012 год. Это год, когда у нас появились первые законы о равноправии. Соответственно, появился такой совет по равноправию. Наверное, стоит задуматься. Равенство шансов. Да, равенство шансов. Он, кажется, сейчас упрощенное название. Но вопросы, я извиняюсь, я господина Фельдина спрашивал. Он сказал, это вопросы прокуратуры, правоохранительных органов. Полиция должна заниматься. Это не наша... Ну правильно, то есть есть смысл разбивать этот институт, развивать этот орган, чтобы не было дать определенные полномочия. У нас есть, может быть, даже до сих пор существует такой совет по морали, у которого было определенное право для того, чтобы приостанавливать определенные телевизионные каналы или программы, которые несли с собой, ну скажем так, аморальный контент. Вы приостановили уже? Вы приостановили, наверное. Не, ну приостановили. Сколько там? 12 каналов? Я уже запутался. Я не говорю про каналы, я говорю про работу этого совета. То есть он работал при Министерстве культуры и так далее. Но не особо, наверное, и вы слышали о нем. Я тоже, как юрист, изредка и слышал о нем. То есть эти институты, надо их развивать и, соответственно, идти вот именно к этим положениям, которые вы газу учили. Я вынужден, чтобы мы поставили сейчас точку, потом у нас последняя часть нашей программы, мы поговорим уже о втором туре выборов. Не переключайтесь. Мы вернулись в студию, у нас последняя часть нашей программы сегодня. И сейчас мы хочу, чтобы мы поговорили про второй тур выборов. Я вот во время рекламной паузы попросил вас достать ваши хрустальные шары, но вы сказали, что вы их с собой не взяли. Мы сейчас будем делать некие прогнозы. Но в первую очередь я вот что хочу у вас спросить. Вот Александр, давайте с вас начнем. Какие вот правовые инструменты, на ваш взгляд, смогут обеспечить прозрачность и законность второго тура выборов президента? Потому что, как мы уже говорили в предыдущих частях, очень много было нареканий, уже прозвучали заявления представителей международных структур, Европейского союза. Сначала они там хвалили с одной стороны, с другой стороны все-таки критика прозвучала. ОБСЕ, в частности, там у них тоже был, поэтому, если я ошибаюсь, отчет. Они указывали, значит, на различные там нарушения. Но пока все, как вы говорите, вот в рамках, если центральная избирательная комиссия говорит, что все окей, первый тур, значит, мы идем дальше. Но как учесть ошибки вот этих вот первого тура, на ваш взгляд? Что нужно для этого сделать? Никому. В последние два года вообще у нас было принято законодательство, которое вот, в принципе, должно было наказать вот именно этот момент подкупа избирателя. Потому что было понятно, что это состоится, к сожалению, не в таких масштабах, повторюсь. И, соответственно, полиция, все другие структуры, которые в этом вовлечены, они должны сделать свою работу, чтобы люди, которые вот идут на эти неправомерные действия, понимали, что с выборами не уходит ответственность. Соответственно, после выборов пойдут процессы, которые, я повторюсь, должны быть транспарентны и публичны, для того, чтобы мы понимали, что для следующих выборов это не должно никак повлиять, никак не должно повториться то, что было при первом туре и, дай бог, не повториться во втором туре. Как-то так. Ян, что ты по этому поводу скажешь, если можно только кратко? Ну, учитывая, каким была предвыборная кампания до первого тура, трудно, скажем так, надеяться на то, что второй тур будет каким-то, ну, совсем другим. То есть, все те нарушения, причем как с одной стороны, так и с другой стороны, вся эта грязь, все это примитивизм и так далее, она, к сожалению, останется во втором туре. И вы это подтвердили, скажем так, теми же выступлений некоторых политиков, блогеров и так далее и так далее. То есть, вы должны понимать, что ошибки, которые допускают, скажем так, люди ответственные за управление государством и те, которые влияют на общество, они не проходят просто так за один день или там за два дня или завтра там словят кого-то, что он подкупил голоса. Нет, мы должны понимать, что проблема намного серьезнее, она более глубже и с этим придется дальше идти. Я не верю, что этот политический класс сможет изменить ситуацию в Республике Молдаву. И здесь не только о власти речь, и о власти и оппозиции полностью. Я не верю, что эти политики возможны. Почему? Потому что они сами никогда, вот мне сейчас вот интересно, будут дебаты в воскресенье. Не очень интересно, кто из кандидатов предложит ту стратегию, как он решит вот эти именно проблемы фундаментальной Республики Молдов. Та же ксенофобия, тот же имидж президента, да, будет дальше так же допускать и так далее. Я этого не увидел ни у Майя Санду, ни у оппозиции, ни у кого. К сожалению, и я не верю, что кто-то из них способен дальше идти. Кроме того, да, может немножко так далеко отойти, мы не можем, да, вот как бы я не хотел убежать от геополитики, мы не сможем от нее. Почему? Потому что сейчас, ну вы даже очень хорошо знаете, что сейчас происходит реформатирование мира. То есть, а наши политики находятся еще где-то в 90-х годах, когда наше общество проходит из биполярного мира в однополярный мир. А сегодня мир уже становится многополярным. Хотим мы этого, не хотим, нравится нам или не нравится, но это произойдет. Но мы должны, задача президента и правительства, это их задача, предвидеть все риски и оберегать общество. За это их выбирает. Не за то, чтобы они сидели в ТикТоке, не за то, чтобы они сидели в Фейсбуке и так далее. Вот посмотрите, чем у нас занимается 101 депутат, вот 101, там же много партий, чем они занимаются, какие законодательства они принимают. Есть аналитика, как повлиять на это законодательство, нет. Мы говорим о коррупции. И вот предпринят хороший закон о коррупции, чтобы не было этой коррупции. После нового года все буквально покупки будут делаться банковскими переводами. Это остановит массивы. Не все, там просто есть ограничения. Я надеюсь в ближайшее время посвятить этому тоже выпуск. Это остановит, например, там, не знаю, Шора, Плохотнюка и так далее. Вот это ограничение. Нет. А это повлияет на простых граждан? Да. Ребят, тогда какой закон вы принимаете? Вы хотя бы можете элементарно включить логику мозг, чтобы он работал? Давай я предлагаю про депутатов. Я вот хочу процитировать действующего президента, госпожу Санду. Она заявила, что во втором туре мы рассчитываем только на народ. Мы рассчитываем на мобилизацию людей, которые видят, что страна находится в осаде, что нам приготовили троянского коня. Я призываю государственные учреждения обеспечить честность избирательного процесса, обнародовать доказательства фальсификации, наказать виновных в подкупе голосов. Если судебная власть не очнется даже сейчас, будущее Молдовы окажется под угрозой на десятилетие, полагает госпожа Санду. Серафима Уритяна, 2007 год. Тот же текст, Гимпу, 2009. Сейчас, подожди секунду. Александр, вот как вы можете это прокомментировать? Я, например, не совсем понимаю про троянского коня. Вот вы понимаете, в каком троянском коне госпожа Санду говорит. И страна находится в осаде. Вот о чем идет речь, на ваш взгляд? Вот как вы понимаете ее месседж? Ну, я повторюсь, опять же, вы ждали, что на этих выборах будет настолько массивна проблема подкупа голосов и так далее. Это и однозначно вот она и говорит. Ну, опять же, мы сейчас вернемся к тому, что пока до конца, с одной стороны, доказательств нет, но в то же время есть очень много нареканий и заявлений со стороны оппозиции. Вот Ян, в частности, указывал о том, что оппозиция утверждает, что используется государственный ресурс. Даже использование министров, то есть, ну, как бы, то есть, компания на самом деле, как он говорит, вялая. Да, по поводу подвозов, например, есть разные разговоры людей, например, из Депкорпуса, что особенно за рубежом есть на участках так называемые, как бы, карусели. Да, вот когда, то есть, там приводили разные факты, которые должна рассматривать правоохранительная, как говорится, структура та или иная. То есть, это я сейчас не берусь осуждать, но было в телеграм-каналах некоторое количество, то, что я, например, видел, и этих самых видео, вот, там, значит, в Великобритании, значит, какие-то там автобусы, там, где-то еще. То есть, вот, это все говорят, что используется административный ресурс. Там дальше количество бюллетеней. То есть, на самом деле, намешано, и я просто хочу, чтобы мы посмотрели на эту, как бы, систему все шире, потому что, получается, у нас, вот, как мне кажется, да, вот, как говорится, все оппонируют к тому, что, вот, есть некие силы олигарх, там, за рубежом, там, я не знаю, там, Шор, Плохотнюк, там, Инкомпани, не знаю, кто еще, там, Платон или кто-то другой, вот они все. А вот все сделано было прозрачно. Тогда зачем говорить о том, что у нас, значит, судебная система не до конца правильно работает. Давайте говорить о том, что у нас не обеспечено что-то в плане подхода к выбору. Почему вот это так? Ну, давайте я приведу пример. Давайте. Когда мы голосовали, скажем, за премаря и выбрали господина Танасика к премарю, вы ожидали, что эти выборы аннулируют? Я думаю, что это для вас тоже было таким новшеством нашей юстиции и так далее. Да. Соответственно, ожидать вот таких троянских коней и связывать это с юстицией, конечно же, можно, исходя и вот из этого примера. Соответственно... Но у нас же два кандидата сейчас. Ну, понятно дело, но когда у нас два кандидата, но исход этих выборов, он связан как-то вот с теми процессами, которые происходят, да? Я так понимаю, что оппоненты этих выборов, оппоненты нашей евроинтеграции, что они сейчас хотят? Сделать массивный подкуп голосов и, соответственно, довести сами эти выборы до той точки, когда они могут быть аннулированы. Соответственно, это нас ведет к тому, что надо повторить весь этот избирательный процесс. Это им отдает определенное время, да? Понятное дело, повторюсь, когда будут рассматриваться все результаты, все процессы, которые происходили в первом и втором туре, Конституционный СОД должен дать свою оценку о том, насколько эти выборы были честны, прозрачны, и насколько вот эти все феномены, которые влияют в конечном итоге на выборы, могут изменить или существенно изменили результаты выборов и так далее. То есть поэтому, и, наверное, тут к этому ведет госпожа президент, когда говорит о троянском коне, потому что не знаешь, откуда еще ждать определенных нюансов. Потому что сейчас, я смотрю, и у определенных экспертов появились такие мнения, что якобы референдум уже не стоит его валидировать. Якобы там нарушены определенные гарантии, нарушены определенные нормы юридического характера и так далее. То есть плюс-минус какой-то нарратив уже появляется в том плане, что этот нарратив будут эксплуатировать именно те, которые не желают того, чтобы эти результаты были валидированы и в конечном итоге не желают о том, чтобы второй тур прошел прозрачно и честно. Да, но буквально несколько слов по поводу референдума. Если я не ошибаюсь, даже представители ЕС, некоторые эксперты говорили до выборов, что на реинтеграцию, вернее, евроинтеграцию страны данный лебисцит не влияет никаким образом. То есть независимо от того, какой будет результат, здесь шла же речь о том, что если его в конституцию внесут, то есть изменят, как говорится, органический главный закон страны. В этом, как говорится, был главный, как говорится, подвох, как считали многие эксперты. И я говорю о тех людях, которые в вашей сфере достаточно авторитетны, то есть они об этом говорили. То есть я бы, мне кажется, что референдум на президентские выборы сейчас, вы думаете, все-таки повлияет итог? Мне кажется, с ним отдельно будут разбираться. Нет, отдельно. Я в том плане, что вы говорите про троянского коня. Мы пока еще не разобрались с референдумом в том смысле, что конституционный суд не дал свое решение по поводу референдума. Наверное, это произойдет уже после. Произойдет. В течение 10 дней, с того момента, когда уже ЦИК переведет туда все документы, то есть есть 10 дней его конституционного суда, чтобы он дал свою оценку. У нас пока еще нет окончательного решения. Там тоже состоится процесс. Там тоже будут определенные голоса, которые будут говорить о том, что референдум не прошел. Да, эти процессы, как ни крути, отдельные. Но когда говорится о троянском коне, надо понимать, что весь этот феномен подкупа избирателя, он повлиял и на референдум, и на выборы президента. Ян, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, кто победит во втором туре? Вот прогнозы твои. Ты опытный политтехнолог. Мы можем предположить, но мне здесь понравился троянским конем. Вы знаете, развивайте его. Я думаю, действительно существует троянский конь, и он опасен для евроинтеграции. Что такое троянский конь? Это, скажем так, угроза, которая предподнесена как подарок, как якобы что-то плохое. Внутри. Да, и Майя Санду говорит, что мы в какой-то баталии. И, скорее всего, предполагает, что против России. Скажем так, предположим. И чего хочет Россия? Дискредитировать процесс евроинтеграции. Снизить доверие к этому процессу ниже 50%. Сколько сейчас у нас в самой стране доверие к евроинтеграции? Ну, по счетам, меньше. Кто это сделал? Кто предложил этот референдум? Ну, то есть, это, как говорится, фигуральное выражение, сами стрельнули себе в ногу. Нет, а, возможно, это троянский конь. Откуда мы? А, то есть, имеешь в виду, что это, возможно, специально было сделано? Мы опять же предполагаем, с одной стороны, фальсификации, с другой стороны, те, которые считают себя и выдают при европейцы, на самом деле, пророссийские. Но это так гипотетически троянский конь. Потому что в ходе расследования вышли сами на себя? Нет, на стамбульской конференции, да, так и есть. На стамбульской конференции один из первых, кто сказал, что для Кремля самый лучший, это чтобы пас остался у власти. Еще одна зима с таким же кризисом, весной они никогда не выиграют парламентские выборы. А если Стояногла выиграть сейчас, будет намного труднее левым силам выиграть на парламентские. Люди у нас винят президента. Да, парламентская страна. Да, Кишинев об этом знает, эксперты об этом говорят. Но люди в селах и на местах, они всегда будут винить президента. С этим сталкивался Воронин, с этим сталкивались и Дадон, и Санду, и все остальные. Никакий у нас, скорее всего, господарь, царь, император. Да, и всегда с этим. То есть, если станет президентом господин Стояногла, левым партиям, левую трубку, будет труднее. А сейчас расчет именно на парламентские выборы. И все возможно, что эти парламентские будут не летом, а весной или даже зимой по методу Макрона сконсервировать падающий рейтинг. Вот оно в чем проблема. Потому что, и когда ты анализируешь ситуацию, то действительно так. У нас только один раз рейтинг упал, поддержки евроинтеграции до 47-46%. Это 2014-2016, когда вот эта баталия между Филатом и Плохотником произошла, произошла кража миллиарда. И сейчас мы можем, хотя это неправильно, я повторюсь, то, что произошло на референдуме, никак не связано с евроинтеграцией. На мой взгляд, большинство, более 60% населения, как были за евроинтеграцию, но так же и остались. Это, скорее всего, был протестный голос против определенного политика. Да, огромное количество людей вообще не взяли бюллетень. Или не взяли бюллетень. Это тоже протестное. Это тоже протестное. И вот оно оказывается, троянский конь, что для того, чтобы Россия выполнила свои поставленные задачи, нужно оставить Майя Санду и пас у власти хотя бы еще на год. У нас уже на следующий год Молдаван будет рождаться больше за границей, чем в Республике Молдова. Невозможно, не зная там самого умного приведите в страну, через 2-3 года невозможно восстановить эту страну. Почему? Потому что здесь не будет ресурсов. А какие у нас есть ресурсы? Человеческие и финансовые. Мы не можем брать даже те же кредиты, которые будут европейцам надавать миллионы, но мы не сможем их реализовывать, осваивать. Пять минут, а пять минут давайте я вам задам. Вот предположение, кто может быть троянским конем. Может, Майя Санду об этом имела в виду? Что-то мы ушли, говорится, в Илиады все эти. Слушай, вот у нас 5 минут до завершения программы, я хочу вас спросить. Вот такой вопрос у меня. А как вы думаете, в воскресенье дебаты состоятся? Или есть вероятность, что их вообще могут отменить? Там уже ходят такие слухи, что в последний момент один из кандидатов может отказаться. Возможно. Ставки очень большие на эти дебаты, поэтому риски будут. И я очень хочу увидеть красивые дебаты, например, из Соединенных Штатов, где кандидаты отвечают на конкретные вопросы, что касается экономики и так далее. Но я боюсь, что случится так же, как и всегда. Вот мы предполагаем, что они превратятся в контробвинения. Мы это можем позволить себе, как аналитики, как, скажем так, комментаторы. Но кандидаты этого не могут себе позволить. И, к сожалению, да, возможно, скажем так, они аннулируются, либо не выполнятся. Кто выиграет? Опять же, я хочу попросить граждан не уходить. Вот вы мне спросили. Я не любитель сейчас даже давать рейтинги. Хотя вот наши цифры, буквально разница в том, что как произошло и как вы предполагали, она очень маленькая. Почему? Потому что мы, к сожалению, не понимаем, на какая огромная ответственность эти выборы. У нас превратилось это в азарт. А кто выиграет? А кто какой? А кто лучше был? Я даже видел некоторые комментаторы, которые сидят и хвастаются. А я вот сказал, и буквально так же это было. Да не важно. Вы предоставляете обществу какую-то игру. С одной стороны, это хорошо. А с другой стороны, общество забывает, что этот голос повлияет на следующие четыре года. И следующие четыре года, если вы будете плакаться, что на меня зарплата, а у меня вы виноваты в этом. Граждане, которые сделали неправильный свой выбор, которые сделали эмоциональный выбор. Прагматично, взвешенно анализировать и тогда выбираешь. Хорошо. Александр, вы думаете, дебаты состоятся все-таки в воскресенье? Я надеюсь, состоятся. Надеюсь, состоятся. И на этих дебатах было бы хорошо, чтобы мы услышали ответ от двоих кандидатов на то, что произошло в перфунктуре касательно всех этих подкупов. Какое у них отношение к этому и как они видят, чтобы это впредь не случилось. Это очень интересный вопрос будет. Потому что однозначного ответа от обоих кандидатов я не услышал. Уточняющий вопрос. А вот если все-таки дебаты не состоятся, но по причине, скорее всего, отказа одного из кандидатов, предположительно. Какие последствия будут для того же кандидата, кто откажется? Последствия, наверное, только политические. Они будут... Но это будет плюс или минус? Потому что это тактический ход отказаться от выборов. Может быть, форс-мажор, кто-то заболеет, я не знаю, что-нибудь произойдет. Такое мы все люди, как говорится. Но, например, тактический ход, найти причину отказаться от дебатов. Для того, чтобы, не знаю, не рисковать, лишний раз вступать в полемику. Это достаточно всегда рисковое дело. Неизвестно, как говорится, чем этот поединок завершится, да? Допустим, да? То есть, потому что надо набирать очки всегда, да? А как на это, скорее всего, отреагирует на ваш взгляд общество? Вот, если можно, так буквально за минуту. Ну, все, наверное, зависит от объяснения этой самой причины, да? И, соответственно, эту причину будет объяснять для себя избиратель, когда пойдет голосовать за этого. Но это повлияет? Повлияет, однозначно повлияет, как ни крути. То есть, соответственно, я думаю, что дебаты должны состояться. И это не касается только вот этих кандидатов. Это касается выборов как таковых. То есть, мы должны создать себе в Молдове такую практику нормальную, что все кандидаты выходят на дебаты, все кандидаты должны отвечать за свою кампанию, за то, что они будут делать. В первом туре выборов действующий президент Санду от дебатов отказался. Вы считаете, это было правильно? С точки зрения политтехнологии, это правильно? Это правильно, да? Если с точки зрения политтехнологии несправедливости, я бы даже посоветовал во втором туре отказаться. Политика и справедливость, я что-то перепутал? Да, да, да. То есть, отказаться даже в втором туре. Риски очень огромные. Что повлияет на нее негативно? Я не верю. Что будет делать оппозиция? Обвинять Майя Санду. Это мобилизует электорат именно Майя Санду. Мы обсуждали об этом. Защита собственного я. Психологическое состояние электорат Майя Санду. У нее есть костяк. 20% это ее, который будет мобилизоваться. Все остальные, которые будут обвинять ее в этом, а сбежала и так далее, они потеряют длительность, потеряют концентрацию на, скажем так, кандидате господине Санду. Поэтому я вот здесь бы не считал, что это будет определенный минус, если она откажется. У нее больше рисков. Она у власти 4 года. Ей придется отвечать за эти все 4 года. За то, что произошло плохое или хорошее и так далее, и так далее. И, к сожалению, риска выступить негативно намного больше, потому что мы должны осознавать, чем больше не прийти. Мы здесь должны всегда анализировать, как все появляет. Если бы, да, скажем так, господин Астаниногло был господином усатым, да, риски тогда бы были. А он, я не думаю, что будет использовать это, да, или, скажем так, на фоне. Поэтому здесь трудно, да, сказать. То есть, чтобы посоветовать, проанализировав только поверхностно, да, как с точки зрения политтехнологии, да, я бы посоветовал не участвовать. Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. У нас еще на следующей неделе будет выпуск программы. Вот, а с вами я прощаюсь. Хороших выходных нашим зрителям мы пожелаем. Всего вам наилучшего. Берегите себя.